друзья мы мы будем молиться сейчас и мы будем молиться о том чтобы чудеса происходили ваша жизнь если вы нуждаетесь в чуде в каком-то я верю это время для вас сейчас вообще в принципе любое время для вас но сейчас мы будем прямо специально молиться об этом и специально молиться за вас у нас будет целых 10 минут молитвы поэтому будьте с нами и молитесь вместе с нами по страны давайте вы начнете михаил продолжит я завершил стой во имя иисуса христа я благодарю тебя за то что ты бог творящий чудеса я благодарю тебя за то что ты вчера сегодня во веки тот же ты силен чтобы спасать и прямо сейчас я молюсь и высвобождаю исцеления для тех людей у которых есть проблемы с почками во имя иисуса христа пил нефрит гламиру нефрит я просто молюсь прямо сейчас Я высвобождаю исцеление. Молюсь о том, чтобы эти почки были восстановлены, чтобы все эти каналы были прочищены во имя Иисуса Христа. Я молюсь также за чей-то разум, за то, чтобы голова, то есть кровообращение, которое было нарушено в голове, оно было восстановлено во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю это исцеление для этих клеток, которые были повреждены во имя Иисуса Христа. Я молюсь за бесплодие, я молюсь за тех людей, которые долгое время не могли зачать, не могли иметь детей. Прямо сейчас я, молюсь, и высвобождаю это слово, что ваша утроба, она открывается во имя Иисуса Христа. Я благословляю, молюсь о том, чтобы, Господь, сверхъестественные чудеса происходили в сфере финансов. Молюсь, чтобы долги, они были закрыты во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю юбилейный год, лето Господне благоприятное. Пусть, Господь, происходит аннулирование этих долгов во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, происходит сверхъестественное восполнение финансовых нужд во имя Иисуса Христа. Боже, я просто молюсь, чтобы ты накрывал эту трапезу, ты накрывал этот стол, и чтобы приходило изобилие там, где сегодня есть недостаток, там, где сегодня есть нужда во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, твоя благость и милость, она будет явлена в жизни тех людей, которые сегодня с открытым лицом взирают на Тебя и ожидают Твоих чудес во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы пред Тобой предстоим сейчас, как есть, и мы открываем свой Дух для Тебя, мы открываем свою душу для Тебя и свое тело. Я молю Тебя о том, чтобы Ты прямо сейчас прикоснулся к тем людям, у которых израненный Дух, у них есть проблемы, переживания, трудности, они потеряли эти взаимоотношения с Тобой. Боже, зажги Твоим огнем их дух, наполни Духом Святым, и прямо сейчас пусть сила Твоя придет в их дух, и они будут торжествовать Твоей победе, они будут исполняться Духом Святым, наполни радостью, силой и торжеством Твоего присутствия. Господь, я молю Тебя о душе человека, Ты знаешь о депрессии, подавленности, уныния, печаль, регресс, разочарования, которые поглотили многие сердца сейчас, но прямо сейчас, Боже, пусть Твой огонь сойдет в эти души, они загорятся, Господь, Твоей силой, Твоей любовью, Твоим особым огнем любви и силы и радости. Пусть Твоя сверхъестественная благодать и присутствие наполнит, и они скажут, душа торжествуй в Иисусе, Он дал Тебе победу, просто прими эту победу, и будь радостен и благословен. Боже, я молю Тебя, как мы уже говорили о теле человека, пусть Твое тело, Господь Иисус, Которое чистое и совершенное, войдет в наше тело и восстановит полностью от темени головы до подошвы ног каждую клеточку организма, все вены, артерии, все сухожилия, все мышцы, суставы прямо сейчас приходят. У кого-то есть проблема в костных тканях, и прямо сейчас я провозглашаю восстановление костной жидкости, костной ткани, костного мозга во имя Иисуса Христа. Боже, я молю Тебя о том, чтобы Ты явил славу Твою, эти грибковые заболевания прямо сейчас уходят, всякий псориаз уходит, приходит исцеление, восстановление кожи во имя Иисуса Христа. Боже, я благодарю Тебя за это чудо исцеления, которое Ты несешь сейчас в уши людей, те уши, которые были глухие, те барабанные перепонки, которые были разрушены. Сейчас, Господи, приходит восстановление. Просто положите свои пальцы в уши и скажите, во имя Иисуса Христа я провозглашаю исцеление моего слуха. Господь, я провозглашаю благословение и исцеление на кровь каждого человека. Скажите, кровь Иисуса течет в моей крови, она наполняет мое тело и приносит исцеление и жизнь. Я здоров, я крепок, я благословен, потому что имя Господа Иисуса Христа на мне, и пред именем Иисуса преклонится всяк, как я на земных небесных и преисподнях. И будет исповедовать, что Иисус Господь в моей духе, душе и теле. И я благодарю Тебя, Господь, за этот чудесный ответ, который Ты являешь здесь и сейчас, на этом месте. Твое особое присутствие и Твоя благодать. Я молю Тебя, Господи, о сердечно-сосудистой системе, о эндокринной системе, Господь, о дыхательной системе. Господь, Ты знаешь, сколько людей сейчас лежат в больнице в страхе от этого вируса. Но приходит, Господи, Твое особое присутствие, Твоя благодать. И Ты вдыхаешь дух жизни в них, и они становятся здоровыми и благословенными. Может быть, у кого-то не хватает какого-то органа. Господи, Ты самый лучший донор. Прямо сейчас принимайте. Скажите, я принимаю новое сердце, принимаю новые почки, новый желудок, пожелудочные, все внутренние органы. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Господь, за Твой ответ, за Твое чудо исцеления, Которое Ты являешься здесь сейчас, и то, о чем мы не сказали, Боже, у Тебя есть много. Мы просто благодарим Тебя за эту милость Твою, за Твою благодать. На кресте, Иисус, Ты сказал, совершилось. Ты заплатил за нас и дал нам это здоровье, крепость и силу, чтобы мы сказали, не умру, но буду жить. И возвещать дела Господни во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что эти чудеса сейчас происходят в жизнях людей, которые смотрят этот эфир или смотрят записи этого эфира. Чудеса происходят прямо сейчас. Чудеса происходили вчера, чудеса происходят сейчас, и чудеса будут происходить завтра. И мы молимся за каждого человека, кто так или иначе просто попал на эту запись или попал на этот эфир. Сейчас мы молимся за Тебя. Знаю, ты не случайно это смотришь сейчас. Ты не случайно включил это. Не случайно эта ссылка вылетела перед Тобой. Не случайно все произошло. Бог имеет что-то особенное для Тебя. Бог хочет, чтобы что-то невероятное, потрясающее, доброе, благое, благословенное приходило в Твою жизнь. И мы молимся за Тебя, драгоценная душа, драгоценный человек. Мы благословляем Тебя. Мы молимся о том, чтобы мудрость Божия приходила в Твою жизнь на любые обстоятельства, на любые ситуации, которые происходят с Тобой. Мы молимся, чтобы Божья помощь и Божья защита была в Твоей жизни. Я молюсь сейчас, чтобы каждый человек, который смотрит нас сейчас, чтобы он чувствовал на себе Божье водительство. Чтобы он чувствовал, что Божья рука на нем. Чтобы он чувствовал, что Бог не оставил, не отвернулся, не отвлекся. Не просто занимается сейчас другими делами, не занимается чудесами в каком-то другом континенте, в Африке, в Австралии или где бы то ни было. Но чтобы каждый человек чувствовал, что Бог близко, ближе, чем наше дыхание. Что он всегда рядом, никогда не оставлял, никогда не покидал, никогда не отворачивался. И никогда не отправлял нас просто одних в какую-то сложную ситуацию или в сложные дороги. Бог всегда близко. Мы молимся о том, чтобы вы чувствовали это, переживали это в своей жизни. Чтобы это утверждало вашу веру. И чтобы чудеса происходили, чтобы чудеса случались. Во имя Иисуса Христа. Мы благословляем вас. Во имя Иисуса. И будет вся слава и честь нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Так много мы сегодня говорили о чудесах. И так много говорили правильных тезисов, правильных слов сегодня прозвучало. Антон Бормотов говорил про то, что нужно сделать дневник чудес и записывать те вещи, которые Бог делал в вашей жизни. Очень хорошая практика, на самом деле, для того, чтобы помнить Божьи чудеса. Когда-то раньше у пастухов, у Давида был такой посох, на котором были насечки, где были важные даты высечены, которые происходили с ним, которые происходили с его жизнью. И именно поэтому в какой-то момент, когда Моисей встретился с Богом, и когда был этот куст, который горел и не угасал, и у него в руках был посох. И с этим посохом он пошел, и с этим посохом было так много чудес. Это была история его жизни. Это был его опыт. То, через что вы проходите, то, в чем вы находитесь сейчас, это почва для чудес. Это почва для чуда в будущем и в настоящем. И знаете еще? Мы говорили сегодня, что чудеса видят только те, кто хотят их видеть. Кто хочет получить откровение, он его получает. У меня просьба к вам. Сегодня, на этой неделе, в пятницу, вы в воскресенье наверняка пойдете в свою церковь, или будете смотреть, присутствовать на служении онлайн. Знаете, прежде чем вы войдете в церковь или включите это служение, пожалуйста, настройте себя на том, чтобы услышать что-то от Бога, особенное для себя. Скажите, Господь, я жду чего-то от Тебя сегодня. Я чего-то ожидаю. И вот с этим ожиданием переступите порог. С этим ожиданием включите это служение. Вы удивитесь, насколько близко Бог будет там. Возможно, вы на этом служении были уже много-много раз, тысячу раз слышали этого проповедника. И вдруг вы увидите и услышите, что Бог будет говорить вам. И еще. Пусть вся эта неделя будет неделей чудес. Просто попросите у Бога, скажите, Бог, дай мне знаки. Не какие-то конкретные, просто знаки. Вы будете поражены, насколько много этих маленьких, повседневных каких-то состыковочек происходит, в которых вы будете абсолютно точно видеть Бога. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok